Делать, думать и говорить одно и то же, потому что это кратчайший путь к достижению цели таков. Девиз программы Лобби Холл на Ветте. Меня зовут Станислав Уланов. За всё в этой жизни нужно платить. Это мысль, с которой приходится смириться. И земли это тоже касается. Я бы даже сказал, особенно это касается земли, взятой в аренду у города. Забыл, не знал. Такие отговорки не сработают. О том, как платить за землю правильно, поговорим с гостем в студии. Начальник департамента земельных отношений администрации Перми Ольга Немирова. Ольга Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. У меня возникла жизненная ситуация у знакомого. Он оплачивает аренду земли у города как индивидуальный предприниматель, но сначала он забыл, потом для него стало откровением, что этого нельзя сделать в электронном виде. Вот мне кажется, это такой проблемный вопрос, по крайней мере, столкнувшись с этим. Он посчитал именно так. А как считают у нас органы власти? Вопрос был сложный до определенного периода. Причем мы наблюдали рост задолженности. Мы рассылали и индивидуальным предпринимателям, и просто физическим лицам, и юридическим лицам. Уведомления о необходимости оплатить платежи. Мы их рассылали в начале года, рассылали в конце года заказными письмами. Но вот как-то обратную связь получали не очень устойчиво. Кто-то платил, кто-то забывал. При этом те, кто получил это уведомление, но забыл, где он его положил дома на полочке, они приходили к нам в департамент и, естественно, просили еще раз распечатать эту бумажку, на которой там что-то написано. И еще раз, вот при всей этой ситуации вроде и действий много происходит. Мы чего-то там рассылаем, граждане вроде к нам приходят, даже звонят. А сумма задолженности, либо сумма уплаченных денежных средств в бюджет, они по соотношению не менялись. В прошлом году мы поняли, что нужно в принципе менять подходы. Проанализировав всю ситуацию, когда мы поняли, что сейчас идет конкуренция за плательщиков, за тех людей, которые платят, мы также решили для себя, что нужно создавать комфортные, приятные, самое главное, легкие и прозрачные условия для того, чтобы плательщики в первую очередь платили за аренду земли. Поэтому мы и запустили новый проект «Платим за землю правильно». Запустили его еще именно потому, что также в 2017 году, когда мы разговаривали и встречались здесь с вами по земельному ответу, мы поняли и увидели, что когда мы обращаемся напрямую к людям, нас слышат, видят и понимают. Поэтому в таком же точно формате мы и запускаем проект «Платим за землю правильно». Да, когда-то для вашего знакомого было проблемой получить даже сумму платежа и сроки платежа, в какие он должен нам эту сумму внести. Сейчас мы постарались ситуацию упростить. То есть мы сейчас на сайте администрации во вкладке «Городские земли» разместили график платежей, расписали все ситуации, какие договоры, в какие сроки должны уплачивать. Помимо этого мы разместили также информацию по каждому договору о сумме платежа, который землепользователь должен унести. Опыт конца 2017 года и опыт первого платежа февральского, 5 февраля у нас был первый платеж за 2018 год, показали нам, что люди откликнулись, и вот такой формат взаимоотношений людям понравился. То есть люди активно заходят на наш сайт, узнают о сумме, о размере платежа, и даже те показатели за платеж 5 февраля, которые мы получили, они значительно выше показателей 2018 года. Так что очень надеюсь, что и вашему знакомому в том числе понравится тот алгоритм, который мы предлагаем. Ну конечно, в комфортных условиях даже и расставаться с деньгами, в общем-то, гораздо проще и приятнее, тем более если это обязательно платеж. Вот, кстати, насколько критичной была ситуация до этого, то есть какое количество арендаторов земельных участков у нас, ну по каким бы то ни было причинам, вот забыл, не знал, не оплачивали арендные платежи, и, ну, наверное, кого это касается в большей степени, какой сферы деятельности? Ну, давайте так, 15-16 год. Платежная дисциплина, ведь именно так вот этот показатель называется, он был на уровне 60%. Платежная дисциплина по физическим лицам, она была еще ниже, она там была на уровне 70%. Уже к концу 17-го года мы добиваемся роста платежной дисциплины до 80%. Это вот как раз говорит о том, что, да, нас услышали, и несмотря на то, что раньше мы предлагали там постоять в очереди, пообщаться с людьми в этой же очереди, услышать, наконец-то, вы тут не стояли, видимо, не всем это нравится, это понятно, это в принципе никому не нравится, нравится не может. А вот как раз общение через электронный ресурс, когда ты вот с чашечкой чая, пивая чаек, можешь посмотреть сумму платежа и на телефоне у себя заплатить. Я, кстати, именно вот эту функцию уже даже лично попробовала. Причем мы уже сейчас поднялись на такой уровень. В конце 17-го года мы внедрили систему уникального номера платежа. То есть у нас сейчас присылается не просто номер договору, а каждому платежу на определенную дату присылается уникальный номер. Мы этот номер точно так же разместили на сайте, его можно посмотреть. Так вот, попивая чаек, имея в руках мобильный телефон и зайдя на сайт госуслуг, можно только по уникальному номеру, набрав его в телефоне, произвести оплату. Причем, что приятно, особенно, когда мы платим через госуслуги, никакой комиссии банка нет. Это действительно удобно. Это и удобно, это и быстро. Кто-то в госуслуги завел мобильный телефон, у кого-то госуслуги заведены на стационарный компьютер, там еще проще, там эти 20 цифр не надо забивать, просто скопировал с одного сайта, на другой сайт ставил, а дальше все, кнопочка оплатить. И наши мысли о том, что да, конкуренция идет за платежика, они получили свои подтверждения. Мы начинаем в этой конкурентной борьбе, но пока еще не выигрывать, но уже точно мы не в отстающих. И благодаря этому наши показатели значительно выросли. Вот в эту виртуальную сферу Департамент земельных отношений планируют дальше погружаться, как-то развивать этот проект, другие проекты? Конечно, конечно. Нам самим это понравилось. И я тоже в прошлом году уже говорила о том, что размещение информации на сайте – это только самый первый этап. И этот этап несколько вынужденный, исключительно потому, что мы пока еще не создали личный кабинет. Но личный кабинет мы уже создаем. И сейчас вот на первом этапе нам главное приучить землепользователей пользоваться как раз интернет-ресурсом. А уже в этом году, во второй половине этого года, пусть пока в тестовом режиме, но уже заработает наш личный кабинет. И там уже можно будет смотреть и всю историю платежей, и те же уникальные номера плательщиков. То есть каждый землепользователь будет иметь доступ к своему личному кабинету и оплачивать через этот личный кабинет. Так что, конечно, мы планируем развивать свои услуги в этом направлении. И эти услуги, вы уже говорили об этом, они касаются и юридических, и физических лиц в равной степени. Всех, абсолютно всех. Поэтому у нас, кстати, 50 на 50 юридические лица и физические лица. Здесь можно в отношении физических лиц подумать, в отношении возрастных категорий, потому что, ну, конечно, люди преклонного возраста, а таких у нас тоже много, они не умеют так пользоваться этими интернет-ресурсами, но при этом у них же есть и дети, и внуки. А что особенно хочется подчеркнуть, что у них-то как раз размер платежа небольшой, но когда они оплачивают его в банке, банк все равно берет комиссию. А через портал госуслуг этой комиссии нет. Поэтому дети, внуки, пожалуйста, присоединяйтесь к своим родителям, бабушкам, дедушкам. Тоже помогайте, вовлекайте их в это действительно увлекательное времяпрепровождение. И при этом и долго нет, и вовремя оплачен, и бюджет получает. В общем-то, все довольны. А вот как вообще может возникнуть такая ситуация, когда человек, приходя к вам, говорит о том, что я не знал, что мне нужно платить. Вот такие вот взаимоотношения с администрацией, они же все равно подтверждаются как-то документально. Ну, как человек мог не знать? Ну, конечно, мы же понимаем, что со стороны определенной категории, безусловно, конечно, не всех. Определенная категория и злоупотребляла, и злоупотребляет. Что значит не знал? Договор когда подписывал? То есть, понятно же, все в договоре обозначено. Более того, мы действительно регулярно осуществляем рассылку заказной корреспонденции о размере платежа. Ну, здесь скорее, как бы, некая так игра со стороны землепользователей попытаться выторговать от нас условия, при которых они не будут платить пене. Но все должны очень четко понимать, мы не вправе, в принципе, кому-то прощать пене, кому-то начислять пене. Это происходит автоматически. Прошел срок платежа. Система сама уже включает расчет пене. И только суд может их немножко снизить. Ну, смысл доводить это все до суда? То есть, все равно пене будут уплачены. Все равно сумма будет больше, чем сумма арендной платы, указанная в договоре аренды. Зачем доводить до этого? Именно поэтому мы доносим до людей информацию о том, что давайте взаимодействовать, а мы вам создадим приятные условия для этого взаимодействия. Ну да, у нас даже у президента Владимира Путина, как выяснили эксперты в интернете, любимое словосочетание, в рамках закона. Вот в рамках закона все необходимое осуществляется. Конечно, безусловно, исключительно в рамках закона. А для каких целей чаще всего землепользователи у нас в Перми арендуют те или иные участки? Абсолютно цели разные. Это может быть под индивидуальные жилые дома, таких много. Это может быть под садоводство, таких тоже много. Это может быть под благоустройство. Строители, понятно, под строительство. Но с теми же индивидуальными жилыми домами точно так же и под строительство индивидуальных жилых домов. Мы же все ходим по земле, все строим на земле, то есть вот именно для этих целей заключается договор аренды земельных участков. Как вы оцениваете прямой эффект, прямые прибыли для города, для администрации, даже скажем, прямые прибыли для бюджета города, в связи с нововведениями, которые в вашем ведомстве заработали? Здесь у нас, благодаря тому, что увеличивается платежная дисциплина, у нас идет увеличение поступления в бюджет. Понятно, что итог мы будем подводить в конце года, но хочу сказать, что, допустим, по итогам 2017 года мы сумели значительно увеличить поступление в бюджет именно только, исключительно благодаря работе с землепользователями, с плательщиками земли. То есть если раньше у нас основная была тема работы, это отработка тех долгов, которые возникли, где-то даже списание дебюторской задолженности, то сейчас вот это прямое общение, оно приводит к тому, что люди, во-первых, не уходят в долги, а оплачивают сразу, но это, соответственно, в прямой зависимости поступления денег в бюджет идет. Ну, а вот наряду с такими новшествами, в любом случае, их эффективность будете оценивать, я так полагаю, в цифрах, вот что у нас с платежной дисциплиной-то вообще? Ну, вот смотрите, на 5 февраля были произведены начисления по 941 договору. При этом 797 арендаторов, ну, практически 800, то есть значительнейшая часть, оплатили денежные средства без нарушения сроков, следовательно, им не будет начислено пение. Общая сумма поступлений у нас составила на 5 февраля 23,5 миллиона рублей. Это с начала года? Это с начала года, и это только аренда земли, вот там, где мы производим начисление арендной платы, да. А как вам кажется, ну, вот у меня лично складывается ощущение, опять же, если в интернет погрузиться, вот, что касается присутствия органов власти в интернете, все очень сильно поменялось за последние несколько лет и визуально, и функционально, но ведь все эти изменения, они происходят с подачи и при участии человека конкретного. Образ чиновника, вот у нас сейчас, он сильно меняется? Вот получается так же, как меняется визуальная составляющая? Конечно, меняется. Ну, вот давайте, вот, вернемся с вами, ну, хотя бы там, в начало 2000-х годов, да, регистрационная плата только начала работать. Вспомните эти вот очереди, да? Очереди были сумасшедшие. Что сейчас? Ну, вообще не возникает даже никаких вопросов, ничего. Точно так же могу сказать вот про свой департамент, про наш департамент. Да, раньше были очереди в департамент земельных отношений, там, было сложно попасть, сложно было сдать документы. И сложно-то было именно потому, что мало разъясняли, мало общались, мало где была размещена информация о тех услугах даже, которые мы оказывали. Когда мы наконец-то поняли, в чем мы неправы, гораздо проще, и приятнее, честное слово, мне пообщаться с вами, люди будут смотреть эту передачу, подчеркнуть эту информацию, нежели то, как было раньше. Они отстояли очередь, они там жуткими усилиями записались на прием, потеряли кучу времени, отпросились они с работы. Выбор-то абсолютно очевиден, абсолютно. И это даже не то, что и не только до нас, до чиновников эта информация дошла. Та же ситуация в банках. Самые наши крупные банки точно так же. Либо мы раньше все вместе с вами выстаивали в очереди, чтобы ту же кварплату оплатить, да? И сейчас все делается очень быстро, очень оперативно, и очень многие операции на удаленном доступе. Какое-то всемирное направление, это всемирный тренд, это абсолютно всем понятно. Ну, мы немножко каемся вот конкретно, но мы что, мы немножко поздно это поняли, но поняли, исправились. И я думаю, сейчас мы впереди всех. Ну, мне кажется, да, старт, по крайней мере, получается очень таким внушительным. Спасибо вам большое. Мы будем рады видеть вас в нашей студии. Приходите, рассказывайте нам о тех технических инновациях, которые происходят у нас в Департаменте земельных отношений. Будем рады видеть вас снова. Спасибо вам огромное. С огромной благодарностью за то, что вы нас приглашаете и даете возможность рассказать пермикам о тех нововведениях, которые мы стараемся сделать на благо их. Спасибо. Вы смотрели «Лобби-холл на Ветте». Сегодня у нас в гостях была начальник Департамента земельных отношений администрации Перми Ольга Немирова. Меня зовут Станислав Уланов. Увидимся на Ветте. Субтитры подогнал «Симон»!